Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Давайте проверим связь. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Нужно ли прибавить, убавить звук? Итак, вижу обратную связь. Спасибо большое. Вижу, что звук есть. Отлично! Замечательно! Ну что, друзья, с прошедшими мы вас праздниками! Замечательным Новым годом! Веселым Рождеством! Надеюсь, у вас все было замечательно. Вы отлично провели время. Вот. И сейчас наступило время приступить снова к работе. Хотя у нас так получилось, что мы как-то и не отступали от работы. Не знаю, как у вас, но у нас очень динамично прошел Новый год. Мы переехали сейчас в Россию на какое-то время, так что у нас будет время, часовой поезд совпадать. Мы будем немножко позже проводить теперь вебинары. Это 7 часов. Я надеюсь, что месяц мы здесь пробудем. И вот ближайшие вебинары у нас будут по Москве в 7 часов вечера. Я думаю, что это будет для всех лучше, потому что, да, это удобное время, я знаю, и когда у нас так совпадает, мы можем немножко позже это проводить. Вот. Сегодня у нас тема виджеты. Сегодня я сильно вас нагружать не буду техническими моментами. Я решила разбить эту тему на две части. В следующий понедельник я уже проведу посложнее занятия. Для особо любопытных мы покопаемся в кодах. Вот. Покопаемся в кодах. Будет уровень сложности 2-3. Мы будем брать коды с других источников. Например, устанавливать будем виджеты социальных сетей, устанавливать всякие текстовые и прочее. То есть, ну, это для тех, кто не пользуется шаблоном AB Inspiration. Вот. Потому что с шаблоном AB Inspiration все просто, как вы знаете, просто перетаскиваете, по видеоинструкции настраиваете. Для тех же, кто не пользуется шаблоном AB Inspiration, делает блог самостоятельно, там возникает ряд трудностей. Так, я чат читаю. Вы не представляете, как мерзнем, но уже вроде начали привыкать. Нас тут погода одарила вообще потрясающей. Природа, точнее, потрясающей погодой. Максимально холодно, насколько возможно. Но снежок все очень классно. Нам нравится. Вот. Это так. Для тех, кто не в курсе. Мы просто 5 лет в Таиланде прожили, а сейчас в Россию приехали. Так, продолжу, да? Про виджеты. Так вот. В общем, для тех, у кого нет шаблона AB Inspiration, следующая лекция будет максимально полезной. Потому что мы будем как раз брать все эти коды и все вот эти виджеты необходимые доделывать вручную, так сказать, да? А сегодня мы пройдем все, что касается встроенных виджетов. Ну и вообще вот такой обзор сделаем по виджетам, как их устанавливать и прочее. Тема простая, для многих, для вас покажется совсем уж простой, потому что многие из вас уже опытные пользователи. Но пройти ее мимо не могу, поскольку у нас пошагово, да, все подряд, как задекларировано в тренинговом центре, и периодически у нас будут вот такие вот простые темы. Итак, приступим, да, долго вас задерживать не буду. Видео выключаю на время вебинара, в конце уже включу. Итак, сегодня мы что посмотрим? Ну, что такое виджеты, да? Начнем с этого. Как устанавливаются виджеты в боковую колонку? Два варианта посмотрим. Как менять местами виджеты в боковой колонке? Как удалять виджеты? Есть 3-H варианта. Как его включать и использовать, режим специальных возможностей работы с виджетами? Как визуально, как пользоваться визуальными настройками, этим режимом визуальная настройка виджета? Как отключать режим возможности. Многие, кстати, из вас, кто есть шаблоны, в принципе, решены блогом, давно даже не пользуются этим режимом, а может показаться даже интересным. Какие есть встроенные виджеты в WordPress, то есть стандартные, там у него есть стандартных виджетов, мы их все подробно смотрим, все, да, вот каждый из них, посмотрим, как он настраивается и что там, собственно, что за что отвечает. Как узнать ID страницы для виджета страниц, то есть будет такая некая дополнительная информация для настройки виджета страницы. И как указать порядок страниц для виджета, опять же, страницы, и как создать произвольное меню для виджета произвольное меню, тоже интересный такой есть встроенный виджет в WordPress, может кому-то пригодится. Также мы посмотрим, какие должны быть виджеты в боковой колонке, то есть, ну, это не 100%, знаете, вот так вот должны все, а в идеале, да, если вы все-таки бизнесом занимаетесь, у вас хоть и не все, но часть из них обязательно должны. И вот те, которые должны, они, как правило, не входят в партнер набор встроенных виджетов, вот ими мы будем заниматься на следующем занятии, но посмотрим, собственно, что нужно. Итак, приступаем. Такое виджеты. Ну, как всегда, да, я люблю вот такие слова иностранные немножко переводить, чтобы была понятна этимология слов, потому что нашли вот как есть, ну, виджеты, виджеты, да, непонятно, гаджеты, виджеты и прочее, откуда эти слова взялись, как они использовались и почему они сейчас используются в интернет. Итак, слово виджет, оно изначально пришло от слова гаджет, то есть, насколько я себя помню, сначала я узнала про слово виджет, а потом уже про гаджет, на самом деле, вот наоборот, да, виджет это трансформационное такое слово, состоит из двух слов, Windows и гаджет, то есть два слова соединили окно и гаджет. Гаджетами, это слово давно уже используют, ну, как предполагают, да, кто занимается лингвистом, да, предполагают, что это от французского слова, и употреблялось оно для обозначения каких-то механических мелочей на кораблях, то есть вот какая-то мелочь, которая механическая нужна, но забыли ее название, то есть по-нашему это, грубо говоря, штуковина, вот если так перевести до слова, да, штука, штуковина, вот то, что мы не знаем, как называется, и мы это просто обозначаем вот таким словом, то же самое вот этот гаджет, вот, и сюда оно к нам в интернет пришло в слове виджет, да, Windows, то есть штуковина, и сама его суть, на самом деле виджеты, они же не как пресс используются, а вот вы, допустим, используете, скажем, Windows, да, операционную систему, и у вас там тоже есть виджеты, такие окошки с каким-то функционалом, ну, например, окошко с часами, окошко с календарем, окошко, там, я не знаю, с чем еще, может, с последними задачами, которые вы выполняли, и так далее, вот это все виджеты, маленькие кусочки, как какие-то программные окошки, которые выполняют какую-то определенную задачу, вот то же самое и в WordPress, то есть у нас виджеты, это такие кусочки кода, блоки с какой-то отдельной, полноценной информации, например, блок виджет об авторе, то есть там идет информация приветствия автора, ну, все, что вы там напишите, да, или блок свежей записи, там отображаются ссылки на последние статьи, или там свежие комментарии, или рубрики, то есть вот такие вот окошечки, да, полноценные, с какой-то там информацией, которые можно менять местами и так далее, которые дополняют, грубо говоря, ваш блог. Вот, собственно, это и есть виджеты. Как правило, виджеты, с помощью виджетов мы формируем боковую колонку, и не только. Вот, например, в шаблоне об Inspiration, как вы знаете, у нас есть, устанавливаются виджеты в шапку, например, вот здесь, видите, у нас есть виджет социальный «Следуй за мной», кнопки социальных сетей, вместо них можно поставить виджет, как он называется, с баннерами, да, баннеры, есть об авторе, то есть вот три виджета у нас на выбор здесь есть, и, допустим, здесь стоят кнопки социальных сетей. Также есть виджеты для нижней части блога, для боковой колонки. На некоторых блогах, если вы выберете такой шаблон, не шаблон об Inspiration, а какой-то другой, иногда делают разработчики боковую колонку слева и справа, то есть две боковых колонки, и там тоже вот свои виджеты устанавливаются. Понятно, да, то есть блоки информации встраиваются в дизайн нашего сайта. Ну, мы будем сегодня говорить именно о боковой колонке, потому что вот эти все в шапке, футер, это все как бы уже дополнительные такие функционалы, и все очень-очень зависит от того, какой шаблон вы выберете. То есть это, вот, допустим, в шаблоне об Inspiration есть в шапке, есть в боковой колонке, есть внизу. В каком-то шаблоне будет только в боковой колонке. В большинстве бесплатных шаблонов вот именно так. Вот поэтому будем говорить сегодня именно о боковой колонке. Итак, что у нас есть? Например, виджет об авторе, да, здесь есть форма подписки, следуй за мной, всякие социальные виджеты и так далее. То есть вот это все называется, каждый блок называется виджетом. Итак, где формируется боковая колонка блога? Ну, все вы уже, кто пользуется шаблоном, точнее, блогом вы уже знаете, но мы пройдем этот путь, да, еще раз. Итак, внешний вид, заходим в админку блога, переходим в раздел внешний вид, виджеты. То есть раздел так и называется, виджеты. Дальше у нас есть с левой стороны блок, который называется доступные виджеты. И здесь по умолчанию уже установлены, сейчас посчитаю, раз, два, 12 встроенных виджетов, получается, да, 12 встроенных виджетов в WordPress. Не в шаблон, а в WordPress именно. То есть вы, независимо от того, какой шаблон вы устанавливаете, вы всегда увидите вот этот набор виджетов. Вопрос в том, как они будут отображаться на вашем блоге, на 100% зависит от того, какой дизайн блога вы выберете. То есть какой шаблон вы выберете. Все зависит от стилей, от дизайна. Поэтому сами функционал, да, он есть, а как он будет отображаться, у всех будет по-разному. Ну, в шаблоне об Inspiration вы знаете, да, как он выглядит. Мы не все используем, практически точнее, вообще не используем, потому что, например, свежие записи у нас свой виджет красивый, да, свежий комментарий тоже свой. Рубрики у нас тоже заменен на свой. Что еще у нас свое, напомните. Поиск, да, у нас красивый, тоже дизайном сделанный. Облакометок. Облакометок. Дальше. А, да, еще с правой стороны тоже такая боковая колонка, где, собственно, она и формируется. То есть доступные виджеты – это то, что нам есть возможность установить, а в боковой колонке мы все это дело формировали. Итак, как установить виджет в боковую колонку? Вариант первый. Я покажу вам два варианта. Вот первый. Мы просто перетаскиваем виджет из блока с доступными виджетами, нажимаем левой кнопкой мыши, держиваем и тащим это все в боковую колонку. В нужном месте отпускаем, и виджет у нас открывается. Если не открылся, нужно нажать на треугольничек, чтобы он раскрылся для настроек. Дальше мы, соответственно, делаем настройки, какие нам нужно, и сохраняем. Все, собственно, вот так устанавливается виджет. Очень просто, да, перетаскивание. Второй вариант есть такой. Вы не перетаскиваете виджет из доступных, да, а просто левой кнопкой мыши кликаете по нужному виджету, просто кликаете, и он раскрывается таким вот образом. Здесь вы просто выбираете, в какую колонку вы хотите установить данный виджет. Вот здесь, например, в этом шаблоне, это я взяла шаблон по умолчанию WordPress, здесь есть три. Боковая колонка, ну, это вот официальная, да, основная. И еще здесь каких-то две есть чего-то, под содержанием один, под содержимым два. Ну, в общем, неважно, нас интересует первая. Боковая колонка, и нажимаем добавить виджет. В таком случае, когда вы таким образом добавляете виджет, он добавляется в самый низ. То есть, смотрите, если вы перетаскиванием определяете место и отпускаете виджет, да, и он становится там, где вы его отпустили, то в этом случае виджет попадает в самый низ боковой колонки. Тогда вам нужно уже его перетащить, куда нужно. Вот, собственно, этим мы сейчас займемся, да, как менять местами виджеты. Здесь очень просто. Опять же, все перетаскиванием делается. Вы выбираете вот в боковой колонке, которую вы сформировали, выбираете виджет, который вам нужно перетащить куда-то выше или ниже, нажимаете опять же левой кнопкой мыши, держите и перетаскиваете вверх-вниз. Как только появляется пунктир в нужном месте, отпускаете мышку, и у вас виджет становится на это место. Как удалять виджеты? Есть аж три варианта, точнее, да, три варианта я вам покажу, как удалить виджет. Опять же, просто перетаскиванием, смотрите, выбираете в боковой колонке виджет, нажимаете левой кнопкой мыши и просто смахиваете все это вот сюда, да, в доступный виджет, и просто в левую сторону, неважно. Когда вы так просто перетаскиваете, как бы убираете виджет из боковой колонки, то он не сохраняет настроек. Что это значит? Например, вот вы взяли какой-то, например, виджет текст, это произвольный, да, настроили там HTML, допустим, даже какой-то сделали, еще чего-то, и все так у вас красиво получилось, а потом решили на время его убрать, а потом снова вернуть, если что. То вот таким вот смахиванием вы как бы удаляете полностью виджет, и он уже, ну все, как бы удаляется, да, вам надо будет заново все делать. Поэтому вот таким вот смахиванием удаляйте те виджеты, которые вам, ну, реально больше не нужны. Второй способ такой, значит, нажимаете, открываете в боковой колонке виджет, то есть раскрываете его, нажимаете на треугольничек с правой стороны и просто нажимаем на ссылку удалить. В этом случае, опять же, вы удаляете его полностью, то есть все настройки, если вы потом захотите вернуть этот виджет на место, вам нужно заново делать настройки. И наконец, вариант, это когда сохраняются настройки. Как это делается? Вы перетаскиваете виджет в самую нижнюю часть страницы, где у вас блок «Неактивные виджеты». Вот это вот блок заканчивается с доступными виджетами, дальше вот вниз спускаетесь, будет блок с неактивными виджетами. То есть не бросаете виджет, а тащите его в самый-самый-самый низ, держите мышку, не отпускаете, и только когда появится пунктир вот под «Неактивные виджеты» в области, да, «Неактивные виджеты», отпускаете его. В этом случае настройки виджета сохранятся, и вы отсюда можете виджет вернуть. Понятно, да? То есть если вам нужно действительно сохранить настройки, например, в текстовых виджетах, лучше их спускать именно в «Неактивные». Так, идем дальше. Режим специальных возможностей работы с виджетами. Почему рассказываю? Здесь часто у нас бывает случайно пользователи попадают в этот режим, потом не знают, что делать, потому что в этом режиме виджеты не перетаскиваются, они теряют свое свойство перетаскиваться туда-сюда. То тут немножко по-другому нужно работать. Итак, как включить режим специальных возможностей? На странице виджетов, где вот мы их настраиваем, с правой стороны вверху есть кнопка «Настройки экрана». Когда вы на нее нажимаете, выпадает такая вот плашка, да, и с левой стороны ссылка «Включить режим специальных возможностей». Нажимаете на эту ссылку, и у вас все превращается вот в такой внешний вид. То есть вы уже не сможете виджеты перетаскивать ни туда, ни сюда, они остаются на своих местах, но у вас появились кнопки «Добавить» у каждого виджета и «Изменить» в боковой колонке, да, сформированной. Итак, как добавить виджет с помощью вот специальных возможностей? Нажимаем на кнопку «Добавить», то есть выбираем виджет, который хотите добавить, нажимаем «Добавить», и у нас открывается отдельная страница с настройками. Настройки состоят из двух частей. Первая, собственно, сам виджет, настройка, да, здесь мы делаем настройки, соответствующие виджета, а дальше в нижнем блоке мы определяем, где отобразиться, то есть в какой области, например, боковая колонка и какая позиция, то есть по счету это будет виджет. Понятно, да, то есть мы, помните, там второй вариант добавления был, просто кликайте и выбирайте область, например, боковая колонка, но не выбираем позицию, и у нас виджет попадал в самый низ. Здесь же вы определяете, какой по счету это будет виджет. Все, дальше нажимаете «Сохранить виджет», и у вас виджет появился вот раз, два, три, вот видите, четко четвертый, да, четвертый в боковой колонке появился. Если вы хотите сделать какие-то изменения этого виджета, просто нажимаем «Изменить» или «Удалить», да, «Удалить» или «Изменить», то у вас снова открывает вот эта страница, и здесь вы уже, опять же, либо сохраняете, либо его удаляете. Когда вы нажимаете «Изменить», то вы можете его здесь вместо отмена удалить. Так, идем дальше. Визуальная настройка виджета. Когда вы перешли в режим специальных настроек, вот эти у вас кнопки «Добавить» появилось, напротив виджета у вас есть кнопка «Перейти к визуальной настройке». В этот же режим можно перейти, перейдя в раздел «Внешний вид настроить». Вот здесь вот, да, в шаблоне «Абэйнспирэйшн», ну, точнее, не в шаблоне, а если вы используете шаблон «Абэйнспирэйшн», это тоже есть. То есть либо вот на эту кнопку нажать, либо «Внешний вид настроить» и там перейти в раздел «Виджеты». Ну, перейдем сразу, да, вот на эту кнопку нажимаем, и у нас открывается визуальная настройка нашего сайта. Не все здесь функционально, не все работе используем. Смотрите, мы перешли в раздел «С левой стороны», у нас идет, вот, перешли сразу же в раздел «Виджеты», да, в боковую колонку нажимаем, открываем, а с правой стороны у нас открывается в реальном времени наш сайт, то есть то, как он выглядит. И все ваши изменения вот здесь, они будут сразу же визуально вам видны, на экране, то есть смотрите, вы нажимаете здесь «Боковая колонка», дальше здесь вы увидите все ваши виджеты, которые вы установили в боковую колонку. Вы можете их также, как в виджетах, открывать, настраивать, что-то здесь, менять их местами, и тут же в реальном времени вы будете вот здесь видеть изменения. То есть у вас будет подгружаться все, и вы будете видеть, что вы там сделали, как у вас поменялось. Вот, ну, может быть, да, интересно. После того, как вы сделали все настройки, нажимаем «Сохранить» и «Опубликовать». Как отключить режим специальных возможностей? Если вам больше нравится все-таки классический вариант, когда вы просто перетаскиваете и настраиваете уже все в боковой колонке, то мы можем отключить этот режим, просто опять же нажав на кнопку с правой стороны вверху «Настройки экрана», на странице виджеты, да, «Настройки экрана», и нажимаем на ссылку «Отключить режим специальных возможностей». Все, после этого у вас виджеты будут перетаскиваться в боковую колонку. Почему еще виджеты могут не перетаскиваться в боковую колонку? Тоже часто такое бывает к нам в техподдержку. Обращаются люди, когда и пользователи шаблона, и не только, и жалуются, что не перетаскиваются виджеты в боковую колонку, ни туда, ни сюда. Это возникает чаще всего из-за конфликта каких-то установленных плагинов. То есть если у вас такая ситуация есть, то первым делом необходимо отключить все плагины, которые вы установили. Потом по очереди включать каждый и проверять. То есть переходить снова на страницу виджета и проверять, работает или нет. Если эта проблема не решена, значит, возможно, конфликт с шаблоном. То есть переустанавливаете шаблон по умолчанию и смотрите. То есть это вообще очень частая проблема. Там бывает такое, вот устанавливаете вы какой-нибудь плагин, и он начинает конфликтовать. Чаще всего из-за плагинов. Иногда из-за шаблонов. Вот если вы выявили, что это шаблон или плагины, дальше уже решаете. Либо вы заменяете, ставите другой, например, плагин. Если он платный, то обращаетесь в техподдержку плагина. То есть пишите письмо разработчику, говорите, что так и так, устанавливая ваш плагин, а он в итоге нарушает работу виджетов. Если это шаблон, вы выявили, что шаблон конфликтует, то пишите либо разработчикам, если шаблон бесплатный, то меняете. Потому что, как правило, у бесплатных шаблонов нет техподдержки. Так, идем дальше. Встроенные виджеты WordPress. Все, как я уже сказала, 12 у нас, да? Правильно? 12 раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 12 виджетов. И мы сейчас все посмотрим. Значит, RSS, архивы, календарь, мета, облака меток, поиск, произвольное меню, рубрики, свежие записи, комментарии, страницы и текст. Итак, RSS. Мало кто вообще сейчас этим пользуется, но если очень интересно, можете сделать. Значит, что такое вообще RSS? RSS это такая система, встроенная во все блоги и не только. Вообще новостные сайты обладают этой системой. Форумы, блоги. В общем, все, что обновляется. Все, что имеет тенденцию добавляться в виде нового контента. Как бы лента, да? Где имеется какая-то лента контента. И суть его в чем? Как бы RSS создает копию вашего сайта, но только без всякого там дизайна, без страниц, а только вот лента ваших статей. И все. Не комментариев, ничего. Просто лента статей. И эта страничка получается, как знаете, вот, ну, страница, я не знаю, PDF, например, да? PDF мы можем передавать, загружать куда-то, да? Отправлять и так далее. То есть она самостоятельная. То RSS, ну, не совсем, конечно, она самостоятельная, она привязана все-таки к домену, но все же, да, это страница отдельная, которую вы можете транслировать уже в специальные сервисы. Ну, например, вы можете RSS-ленту своего сайта установить на сервис, где идет рассылка, и ваши подписчики будут получать статьи с вашего блога автоматически в виде писем, например, так, да? Либо с помощью RSS делается подписка на блог. Например, есть такой сервис, называется Feedly. Кто-нибудь пользуется таким сервисом? Я сейчас напишу. Очень классный вообще сервис. Это делается подписка на Feedly, по-моему, ком, да, называется. Сейчас минутку отсмотрю. Да, Feedly.com. Там делается подписка на сайты. То есть вы создаете как бы свою собственную ленту новостей. Вот в этот Feedly. Вы регистрируетесь там и про RSS-ленты. Правила RSS-лента, как узнать RSS-ленту любого сайта? Для WordPress все очень просто. Вы просто к доменному имени дописываете слово feed. Например, вот так, anfisabreus.ru breus.ru slash feed. Все. И вот по этому адресу вы увидите страницу, как бы, RSS на его сайта. Вот то же самое и на ваших сайтах есть. Вообще на всех блогах то же самое. Так вот, если вы хотите показать в боковой колонке RSS-ленту, ну, чаще это просто заголовок статьи и, может быть, дата публикации, может быть, автор еще публикации, да. Если вы хотите показать какого-то блога, ну, например, вы хотите на своем одном блоге показать список статей с другого блога, то вы просто перетаскиваете виджет RSS и в настройках прописываете вот здесь RSS-ленту. Как я уже сказала, очень просто, да. HTTP 2.2 slash, доменное имя, slash feed. Все. Этого достаточно. Дальше. Назовите ленту. Здесь прописываете название вашего виджета. Вот здесь, да, в начале. Дальше вы решаете, сколько элементов будет показано, то есть сколько статей. Дальше вы решаете, отображать содержимое элемента, это будет анонс. То есть, если хотите, чтобы еще с анонсом было, да, какой-то текст был, то ставите здесь галочку. Отображать автора элемента, если есть, то есть автор статьи. И отображать дату элемента, дату статьи. Все сохраняем. И вот, собственно, виджет у вас будет выглядеть так. Заголовок. И дальше уже будет заголовок статьи. Соответственно, что вы здесь укажете? Дата, автор. И так далее, да. То, как будет выглядеть этот виджет, зависит, конечно же, опять от шаблона, да. То есть, как автор шаблона, дизайнер указал настройки стилей, так это будет отображать. Но обычно в списке, просто списком. Дальше. Архивы. Архивы, это отображаются здесь по месяцам. То есть, мы пишем статьи регулярно, и они у нас сохраняются по датам, да. И вот мы можем в боковой колонке вывести архив. Архив по месяцам и годам. Для того, чтобы установить такой виджет, мы перетаскиваем виджет архивы, пишем заголовок, дальше решаем, будет ли это в виде выпадающего меню, либо просто в виде списка. Выпадающее меню, вот здесь у нас первый вариант. То есть, все будут подряд так. Но это не очень хорошо, если, допустим, у вас очень много, вы давно уже пишете, ну, например, лет 5, то представьте, у вас 5 на 12, то есть каждый месяц, да, 5 на 12, и сколько будет. Ну, в общем, много будет строчек, она будет очень длинная у вас, это длинный виджет, и не очень красиво смотреться. Поэтому, если давно и много пишете, то вот выбираем, в виде выпадающего списка, чтобы, как бы, все это у вас было сгруппировано в выпадающий список. Дальше отображать число записей, это вот количество, да, количество записей в этом месяце. Либо нет, если не ставите, то это не будет отображаться. Все, нажимаем сохранить, и вот у нас два примера. Первый – это просто списком, а второй – выпадающий список. Так, а если не указывается дата в статье, Ольга спрашивает. Не имеет значения, потому что если вы просто не указываете, ну, как бы функционал, убрали отображение статьи, но в базе данных все равно статья, как бы, сохраняется по определенной дате. То есть отображаться она может не отображаться, но в архиве она все равно будет сгруппирована по дате, это не имеет значения, показываете вы это или нет. Дальше, календарь. Календарь, многие путают вообще этот виджет по поводу функционала, да, что, собственно, за функционал у этого виджета. Здесь все очень просто, поскольку все-таки блок у нас связан на 100% именно со статьями, то и календарь тоже у нас связан со статьями. То есть это не просто календарь, там, сегодняшний, ну, как бы, календарь, как называется там, ну, как мы используем, да, календарь, дату, чтобы посмотреть сегодняшнюю дату. Нет, это календарь ваших записей. И когда мы устанавливаем такой виджет, ну, здесь все очень просто, да, здесь всего лишь одно поле для настроек, календарь, и все, нажимаем «Сохранить». У нас получается вот такой вот календарь, где можно переключиться на предыдущие месяца, и здесь, на месяце, и здесь будет выделена ссылкой та дата, когда вы написали статью. Понятно, да? То есть выделена будет не та дата, которая сегодня, как в обычном календаре, а та дата, когда были опубликованы статьи. Вот, например, 3 ноября была опубликована статья или ряд статей, и вот эта вот дата является ссылкой. Все остальные – это не кликабельные даты. А ссылка, вернее, дата, которая является ссылкой, значит, тогда были написаны статьи. Когда человек кликает по этой дате, открывается страница, как блок, такая же страница, да, со списком статей, которые были опубликованы в этот день. Ну, если одна статья, то это одна будет статья, а если это там несколько статей, то будет несколько. Вот, собственно, для этого используется календарь. Для чего его ставят? Хорошо подходит для тех, кто пишет много и часто. Например, вы пишете каждый день, через день, там, я не знаю, раз в неделю, по нескольку статей и так далее. Вот календарь у вас будет выглядеть более привлекательно. Человек смотрит, и вот тут вот ссылочка, тут ссылочка, и человек кликает, и тут по дате уже смотрит конкретные. То есть сортирует, грубо говоря, ваши статьи по датам, смотрит архивы по датам. Как будет отображаться, зависит, опять же, от дизайна, от шаблона. Дальше, мета. Такой есть встроенный виджет, мета называется. Сейчас не могу даже сказать вообще, почему именно так, что как-то переводится, мета. В общем, неважно. Суть его такая. Этот виджет отображает, ну, как WordPress считает, полезные ссылки. Из настроек здесь только заголовок нужно написать и сохранить, больше ничего. И виджет выглядит по-разному для администратора, который вошел под своим логином и паролем, и для читателей. То есть, смотрите, если вы вошли под своим логином и паролем, потом зашли на свой блог, то виджет мета будет выглядеть вот так. Здесь у нас пять ссылок. Управление сайтом. С помощью этой ссылки вы заходите в административную панель блога, то есть в админку. Выйти, это значит, вы выходите из админки. РСС записи, РСС комментариев. Не знаю, кто еще пользуется этими штуками, но они еще до сих пор есть здесь. И ссылка на WordPress, официальный сайт WordPress.org. Ваши читатели видят немножко меньше ссылок, видят войти. Это вход в административную панель, но если они не знают логин, пароль, то они не смогут войти. Понятно, да? Они видят РСС записи, РСС комментариев, ссылки и на WordPress. Обычно, и вообще не знаю, почему они до сих пор не поменяли этот виджет, почему он до сих пор у них болтается. Обычно вот эти вот три ссылки пытаются удалять. Вот эти вот. Они, в общем-то, не нужны ни РСС, ни WordPress, особенно WordPress. И чтобы удалить вот эти ссылки, необходимо либо устанавливать специальный плагин, который удаляет эти ссылочки, либо программно там, ну, в коде прописывать, прописывать, как бы создавать свой собственный виджет. В шаблоне AB Inspiration, как вы помните, кто пользуется, у нас есть отдельный виджет, называется он 16AB Управление. Он заменяет стандартный вот этот виджет мета. И там только две ссылки. Управление сайтом и выйти. либо для читателей войти. Но она не опасна, потому что, если человек не знает логин, пароль, он не сможет войти в админку. Это понятно, да? Так, идем дальше. Облако меток. Как вы помните, у нас... Так, сейчас, минуточку, я прочитаю вопрос. Я случайно удалила фит своего блога, пыталась восстановить, не получилось. Представляете, пожалуйста, можно ли это исправить как-то? Не совсем поняла, как вы удалили. Вообще фит невозможно удалить. Просто так, это если вы только зашли на хостинг и удалили специальный файл. Только так можно удалить фит. По-другому не представляю, как вы это могли сделать. Вот, если подробнее напишите, я отвечу. Окей, продолжаем. Облако меток. Так, когда мы пишем статьи, мы не все, конечно, кто... Я, допустим, не всегда пишу, но иногда помечаю свои статьи метками. Метки – это ключевые слова. Так вот, если вы занимаетесь этим, если вы прописываете метки, ключевые слова в конце каждой статьи, то вы можете их вывести в боковой колонке. И для этого есть специально встроенный виджет WordPress. Называется оно «Облако меток». Из настроек здесь только заголовок. И таксономия здесь вы выбираете, что будет отображаться, метки или рубрики. То есть даже так можно, да? Облако будет, рубрик или облако меток. Но обычно метки ставят, ключевые слова, потому что для рубрик есть отдельный виджет, рубрики он называется. Ну, если вы, допустим, делаете огромное количество рубрик, то можно и в качестве меток их использовать, в качестве облака. Нажимаем «Сохранить» и «Облако меток» выглядит так, да, стандартно. Если как-то шаблон по-другому, дизайнер решил их разместить, то будет выглядеть по-другому. Все зависит от шаблона. В шаблоне «Обэнспирэйшн» как-то вот так тоже выглядит, да? То есть такими вот кнопочками. Есть еще дополнительный плагин интересный, но это я про плагины расскажу на следующей лекции. То есть как мы можем улучшить некоторые виджеты, встроенные с помощью дополнительных плагинов. Например, «Облако меток», там, свежие комментарии, свежие записи. Их можно улучшить, внешний вид, с помощью дополнительных плагинов. Так вот, «Облако меток» тоже можно там. Я посмотрю, такой плагин был. Если он еще остался, то я вам обязательно про него расскажу. То есть такой динамический, он действительно как «Облако» выглядит. И там крутятся эти метки, ключевые слова. И очень получается красиво добавляется такой интерактив небольшой на сайт. Так, ну в обычном виде, да, это статическая такая картинка получается. Просто кнопочки с ключевыми словами. «Поиск», виджет «Поиск». Тоже важный очень виджет. С помощью поля «Поиск» ваши читатели могут искать информацию на вашем блоге. То есть вбивать сюда какие-то запросы, нажимать на кнопку «Искать», и у них будет открываться страница, похожая, опять же, на страницу блога, где будут отображаться в виде списка статьи, которые программа найдет по ключевому запросу, в который ваш читатель здесь введет. Из настроек только заголовок. Сохранить. Все. Дальше рубрики. Есть отдельный виджет для вывода рубрик. Они обычно отображаются либо в виде списка, либо в виде выпадающего списка, так же, как архивы. Из настроек здесь заголовок. И три опции вы определяете. Выпадающее меню, как, например, вот здесь, да, выпадающее меню. Дальше отображать число записей, сколько записей в рубрике. И отображать иерархию. Иерархия – это значит, что если вы, например, создаете подрубрики, то есть, например, у вас есть рубрика, например, «Здоровье», и дальше вы ведете еще подрубрики какие-то под темы, да, то если вы поставите здесь галочку «Сохранится иерархия», и подрубрики будут отображаться под основной рубрикой. Если вы здесь не ставите галочку, все подрубрики будут отображаться как, ну, как основные, да, то есть на одном уровне. Нажимаем «Сохранить», ну, и внешний вид этих, этой виджета, опять же, будет зависеть от шаблона. Свежие записи. Так, вопрос. Количество меток нельзя регулировать? Уж очень много получается. Нет, нельзя, к сожалению. Это вот сколько вы прописали, они все отображаются. В этом весь смысл, чтобы отобразить все метки. То есть вы можете только сами сократить количество меток на вашем блоге. Либо, как я уже сказала, использовать специальный плагин, который все это собирает в шарик динамический. Но это покажу на следующем занятии, сейчас не будем про это. Так, дальше идем. Свежие записи. Виджет «Свежие записи». Так, «Свежие записи». Виджет имеет настройку, значит, заголовок, количество записей, отображать дату или нет и, собственно, все, сохранить. Виджет очень скромный, встроенный, ничего из себя не представляющий, просто список из заголовков. Все. И в этом смысле он крайне непривлекательный. То есть, ну, просто список свежих записей, последних. Чтобы привлечь внимание наших читателей, чтобы они заинтересовались вот этим списком, необходимо сюда как минимум ставить картинку хотя бы, да, чтобы была картинка, миниатюра, потом заголовок, может быть, такой небольшой анонс, ссылка читать далее. Ну, в общем, как-то немножко украсить вот этот виджет. По умолчанию он крайне скромный и непривлекательный. Поэтому на следующем занятии мы посмотрим, как его сделать более привлекательным с помощью плагина специального. В шаблоне AB Inspiration уже этот функционал встроен, и у нас отображается этот виджет с миниатюрой, с заголовком, с анонсом, с ссылкой читать далее. Привлекательный и как бы такой, ну, сразу видно, да, бросается в глаза. Для тех, кто не использует шаблон AB Inspiration, нужно использовать дополнительный плагин. Так, комментарии. То же самое, что и со свежими записями, тоже крайне скромный вообще плагин, виджет, как видите, да, просто список, имя к записи такой-то, комментарии к записи таком, то есть вообще ни о чем, да. Во-первых, нету какого-то текста, какой человек оставил здесь комментарий, просто имя и запись, имя и запись. Это не очень, опять же, привлекательно, и мало кто вообще увидит, ну, захочет кликнуть по ссылкам, чтобы сюда перейти. Хотя бы нужен небольшой текст самого комментария, чтобы заинтересовать человека. Ну и, конечно же, фото. Фото автора комментария тоже имеет значение. Вот по умолчанию все просто, здесь заголовок и количество комментариев. Ну, вот выглядит он вот так. В шаблоне об Inspiration у нас используется изображение, имя автора, небольшой анонс, комментария, текст, да, и что за запись. Вот, и если вы хотите такой же, но не в шаблоне об Inspiration, нужен дополнительный плагин, опять же, да. То есть вот так вот просто его не сделать красивым. Дальше, текст. Виджет-текст. Ну, это самый широко используемый виджет. Используется он для произвольного контента. То есть все, что тут не запрограммировано, а вам обязательно надо, боковую колонку, если вы не видите готового виджета, вы используете виджет-текст. Виджет-текст имеет два поля. Первое – это заголовок, и второе – это содержимое. Заголовок, соответственно, это заголовок самого виджета, а все, что вы пишете в содержимое, оно появится ниже. В поле «Содержимое» вы можете использовать HTML для форматирования, для редактирования текста, то есть что-то выделить жирным, сделать абзац, поставить изображение, картинку, поставить ссылку и так далее. Все это HTML. Также вы можете использовать CSS – это стили. То есть, опять же, выделить жирным, там, я не знаю, сделать отступ, что еще? Много всего, да, CSS-стили. И также вы можете использовать еще JavaScript. Вот это тоже можно, да? Чаще всего используются скрипты для вставки форм-подписки. Вот, то есть скрипт. Чего нельзя здесь использовать? Нельзя здесь использовать языки программирования. То есть, например, PHP сюда нельзя вставлять. Если даже вставите, то программа все это удалит, и у вас ничего здесь не останется. То есть автоматически удаляется. Все, то есть произвольный контент мы делаем, соответственно, произвольно. Все, что знаем, сюда вставляем. Очень надо осторожно быть с этими виджетами, поскольку любая ошибка в HTML, незакрытый тег или там ошибка в теге, еще там что-то, да, оно вызывает, естественно, искажение боковой колонки. Нарушение боковой колонки может автоматом тут же повлиять на вообще внешний вид вашего сайта. Что может происходить? Может боковая колонка убежать вниз куда-нибудь совсем, да, в футер. Может исчезнуть нижняя часть сайта. Может исчезнуть часть боковой колонки и часть сайта и так далее. То есть там много разных будет вариаций в зависимости от того, где была допущена ошибка, где этот виджет стоит по очереди, да, первый, второй, третий и так далее. Вот. То есть здесь надо очень осторожно. Как вставлять сюда HTML-код, как его создавать, да, я покажу вам тоже на следующем занятии. То есть вот эти вот вещи посложнее мы будем делать в следующий понедельник. После того, как вы все это дело сформатировали, нажимаем сюда сохранить и вот, собственно, что написали, то и получилось. Самое простое, самое простое, что вы сейчас можете сделать, если вы, вам нужно очень написать, допустим, приветствие, приветствие для ваших читателей, вы можете просто написать здесь текст. Просто текст. И все. И он будет вот так вот отображаться. Так, идем дальше. Страницы. В боковой колонке можно вывести страницы, которые вы создали. Обычно они у нас отображаются в меню. Мы делаем в меню, да. Здесь вы также можете в боковой колонке отобразить, что вам нужно. Для этого перетаскиваем виджет страницы, пишем заголовок. Дальше выбираем приоритет сортировки. То есть здесь есть три опции. Будут они вот здесь вот по порядку находиться. Как? По заголовку, то есть ABC, да, ABCD и так далее, ABVGD, да, то есть по алфавиту. Либо порядок страницы. Порядок страницы, то есть если вы пронумеровали ваши страницы, то есть поставили для каждой страницы номер порядковый, то вы можете выбрать вторую опцию здесь, это порядок страницы. И тогда они будут изображаться в том порядке, в котором вы указали. Сейчас мы посмотрим, где этот порядок назначается. Либо третий вариант – это ID страницы. У каждой страницы есть собственный порядковый номер, который вносится в базу данных. Так вот по этому порядковому номеру вы можете тоже просортировать. По сути, порядковый номер – это по дате. То есть создали вы страницу первую, да, она идет, ну, как первая, да. Вторую страницу, она идет порядковый номер два, ну и, соответственно, она и дата у нее, публикации позже и так далее, да. То есть по ID это по сути по дате. Дальше, третье. Здесь вы указываете, какие страницы вы хотите из этого списка исключить, исключить, да, какие не показывать. Здесь указывается ID страницы и разделять их нужно запятой. То есть пишите номер страницы, запятая, номер страницы, запятая, если их несколько. Далее нажимаем сохранить и, собственно, вот такой у нас виджет получается. Тоже просто в виде списка, список ссылок. Давайте посмотрим дополнительную информацию, вот, касающуюся этого виджета. Первое – это порядок страниц и, собственно, как искать ID, где их посмотреть. Первое – как узнать ID страницы, то есть номер порядковый, да. Для этого переходим в раздел страницы. Дальше находим ту страницу в списке, которую вы не хотите показывать. Нажимаем «Изменить». И вот здесь вот в адресной строке, в адресной строке после слова «пост равно» у нас есть порядковый номер. Вот это, собственно, и есть ID страницы. Номер в адресной строке. Запоминайте его, либо копируйте и уже вставляйте виджет в поле, да, в поле «Исключить страницу». Как узнать порядок, где указывать порядок страницы, то есть если вы хотите, например, указать, в каком порядке они будут отображаться. Для этого, смотрите, переходим в раздел страницы, берем страницу «Изменить», открываем ее для редактирования. И вот здесь с правой стороны в редакторе, где свойства страницы, у нас есть поле «Порядок». Обычно мы его не заполняем, не имеет смысла, потому что в меню мы делаем произвольно, если вы помните, да, мы сами указываем то, что будет отображаться в меню. Поэтому вот этот вот порядок нас не интересует. Но если вы хотите поставить виджет страницы в боковую колонку и упорядочить ваши страницы по вашему усмотрению, да, то есть в том порядке, в котором вам нужно, то вам этот порядок нужно здесь указать. 1, 2, 3, 4. Если 0, то, соответственно, порядка нет, да, то есть страница будет отображаться по другому принципу. Если вы здесь указываете порядковый номер, то укажите на всех страницах этот порядковый, чтобы все было четко. После того, как вы здесь измените, укажите порядковый номер, нажимаем «Обновить» обязательно, да, не забываем. И, наконец, еще один виджет – произвольное меню. Я его в самом последнем решила поставить, здесь тоже есть о чем поговорить. Итак, произвольное меню. Как вы помните, в функционале WordPress есть такая возможность создавать произвольное меню. И вот в шаблоне об Inspiration у нас, по-моему, 4, да, произвольных меню, а 5 еще мобильное есть у нас меню. 5 произвольных меню. Вы сами создаете их, и в нужных местах они у вас там отображаются. В том порядке, в котором вы укажете. Так вот, такое произвольное меню вы можете создать и для виджета, в боковой колонке. То есть отобразить в боковой колонке те ссылки на те страницы, статьи, рубрики, произвольные ссылки, как хотите, да, которые вам нужны. Для этого перетаскиваем произвольное меню, виджет, напишем заголовок. И вот здесь вот выбираем из списка, выберите меню. То меню, которое вы специально создадите для виджета. Нажимаем сохранить, и вот здесь у нас отображается, да, отображается. Итак, давайте посмотрим, как создать вот это произвольное меню для виджета. Для виджета, произвольное меню. Итак, переходим в раздел «Внешний вид», меню. Дальше нажимаем на ссылку «Создайте новое меню». В поле прописываем произвольно название, какое хотите, да, например, меню для виджета. И нажимаем на кнопку «Создать меню». Дальше у нас активируются с левой стороны блоки с контентом. Первая – страницы. Открываем вот этот вот блок, нажимаем на треугольничек. И здесь мы выбираем те страницы, которые мы хотим отобразить в боковой колонке. Ставим галочки и нажимаем «Добавить в меню». Дальше вы можете указать там записи, ссылки на какие-то статьи. Опять же выбираем, какие статьи вы хотите отобразить. Галочку ставим, нажимаем «Добавить в меню». Вы также можете указать, разместить рубрики. Опять открываем блок с рубриками, ставим галочки, нажимаем «Добавить в меню». И произвольно, то есть какие-то ссылки произвольно просто произвольно. Здесь два поля, прописываем ссылку на страницу какую-то, да, и пишем текст этой ссылки. Нажимаем «Добавить в меню». Дальше вы сортируете это меню так, как вам нужно, то есть пункты, да, ставите туда пункты, куда вам нужно. Просто перетаскиванием вверх-вниз, когда появляется пунктир, отпускаем в нужном месте. Также вы можете сделать как бы подменю, да, если это делается вверху, то это называется «Выпадающее меню». Если мы боковой колонки делаем, то это такое подменю получается, да, как иерархия такая. Вот, здесь просто мы оттягиваем нужный пункт в правую сторону, и вот здесь пунктир получается чуть правее. Значит, вот это будет основное, вот это будет подменю. Отпускаем там, где нам нужно. В общем, формируем меню так, как нам нужно. Здесь вот в настройках ничего не отмечаем, ничего не отмечаем, оставляем все здесь пустое и нажимаем «Сохранить меню». Все. Дальше переходим в внешний вид виджеты, открываем виджет «Произвольное меню для редактирования» и вот здесь вот выбираем меню, которое мы создали, меню для виджета. Нажимаем «Сохранить». И все, собственно, появляются те ссылки, которые нам нужны. Итак, сейчас я вам покажу, какие должны быть виджеты, точнее даже какие виджеты встроены в шаблон об Inspiration. Мы посмотрим, да, как они выглядят, большинство из вас знает о них. И мы посмотрим, как их формировать самостоятельно, не на шаблоне об Inspiration. Итак, приветствие автора. Конечно же, в боковой колонке должно быть приветствие, где вы приветствуете ваших читателей, говорите, чем вы занимаетесь, чем вы можете быть полезны, даете ссылочку на вашу страницу об авторе, где они могут почитать больше о вас, даете какую-то контактную информацию, можете разместить видео приветствие или аудио приветствие. Мы посмотрим, как это устроено в шаблоне об Inspiration в следующий раз и посмотрим, как это реализовать на обычном шаблоне. Ну, посмотрим просто, да, картинку, текст и ссылочку. Дальше. Форма подписки, конечно же, это очень хорошее место для формы подписки, для сбора подписчиков, размещается обязательно в формах. В шаблоне, опять же, это встроено. Мы посмотрим на примере, наверное, GetResponse, да, посмотрим. Вообще рассылщиков очень много. Вот, посмотрим на примере GetResponse, как берется код и вставляется в боковую колонку. Контент блога – это вывод всевозможной информации, которая уже есть в блоге. Например, свежие записи. Вот они уже есть, да, и нужно их разместить в боковую колонку. Как вы помните, есть встроенный виджет в WordPress, но он не очень красивый. Мы посмотрим, как сделать красивый с помощью специального плагина. Вот такой вариант встроен в шаблон об Inspiration, то есть сразу же так отображается. Свежие комментарии так отображаются в шаблоне об Inspiration. Мы посмотрим, как установить плагин, который нам сделает что-нибудь похожее. Рубрики и архивы тоже обязательно должны быть в боковой колонке. Социальные сети. Вот здесь возникает немного трудности, потому что все социальные сети, они делаются вручную. То есть нам нужно будет брать код самой социальной сети и вставлять его в виджет текст. Мы посмотрим, как сделать ВКонтакте, как сделать YouTube, Одноклассниках, группу «Присоединитесь в фан-страницу Facebook». Это мы посмотрим, как вручную сделать. Но в следующий раз в шаблоне об Inspiration все это тоже встроено. То есть пользователи шаблона об Inspiration не заморачиваются, да, перетаскивают и просто прописывают свои данные. Вот этот виджет, где отображаются кнопки в социальные ваши профили, он делается с помощью плагина. Вот, в шаблоне об Inspiration встроено. Я покажу, как это сделать с помощью плагина, потому что в виде кода это сложно будет прописывать. Там нужно знать HTML, загружать картинки и так далее. Дальше. Социальные сети. Что еще? Тоже встроены в шаблон об Inspiration. Google+, Twitter-лента, Instagram. Это все встроено. Я покажу вам, как это сделать с помощью кода на обычном шаблоне. Google+, Twitter-лента, вот это с помощью плагина. Instagram сложно, у них нет своего кода, поэтому это нужно с помощью плагина делать, либо с помощью сервиса. Дальше. Комментаторы. Тоже встроен в шаблон об Inspiration. Мы посмотрим, как это сделать с помощью плагина. Баннеры в боковой колонке. Тоже для заработка, да, где устанавливаются партнерские программы, партнерские баннеры. В шаблоне об Inspiration есть два типа баннеров. Это четыре баннера, 125 на 125, и большой баннер на всю ширину. Вот. Мы посмотрим, как сделать вот такой вот большой, да, баннер. Я расскажу, как это сделать. Посмотрю, вот, может быть, четыре тоже плагин. Я не уверена, еще они есть или нет, но раньше был такой плагин, который четыре баннера размещал. Если они еще есть, и плагин хороший, то я вам покажу, как это сделать. Вот это делается легко с помощью просто HTML-кода. Тоже покажу, как. Ну что, в следующий раз. 88-ое занятие. Мы... Разговор о виджетах, но это будет уже посерьезнее тема. Не знаю, будет ли это интересно тем, кто у нас пользуется шаблоном об Inspiration. Ну, для, скажем так, для большей информации, для развития, это интересно, безусловно, да. У нас очень много пользователей шаблона об Inspiration, очень любопытных, и людей, которые много копаются, изучают и так далее. То есть это будет интересно для общего развития. Хотя вот для шаблона вам это не нужно. Вот, для кого вообще это будет полезно максимально? Для тех, кто сам создает свой блог без шаблона об Inspiration, у кого все эти виджеты не встроены. Вот для вас это будет максимально полезно. Мы посмотрим, как установить виджеты групп в страниц социальных сетей, да, всевозможных. Как установить виджет «Следуй за мной» с помощью плагина. Как установить виджет «Инстаграм» тоже плагин либо сервис. Как установить виджет «Форма подписки» на примере одного рассылщика. Посмотрим, потому что их очень много. Как установить виджет «Приветствие автора» – это просто произвольный текст, покажу, как его сделать. Как установить виджет «Топ комментатор» – это плагин дополнительный. Как установить виджет «Баннеры» – тоже плагин, если 125 на 125, 4 плагина, да, либо если это один виджет, один баннер, то покажу, как это в коде сделать. Очень просто. Как разместить изображение в виджете, покажу. Как разместить видео в виджете. Это будет, наверное, интересно для пользователей шаблона «Бэйнспирэйшн». И как улучшить встроенные виджеты, свежие комментарии, свежие записи. Занятие у нас состоится 16 января, 7 часов, понедельник. Так, у нас есть еще минутка, я посмотрю, что у нас с вопросами здесь было. Так, ну что, друзья, на этом все. Занятие на этом мы заканчиваем. Надеюсь, для опытных пользователей что-то вы нашли для себя здесь интересное. Материал простой, но он нужен все равно, да, он необходим нам. И будет у нас в коллекции, в клубе, в нашем тренинговом центре такое простое занятие. А в следующем мы уже будем посерьезнее для уже взрослых пользователей, для тех, кто опытный, будем разбираться с кодами. Интересно, сложно. И да, приходите. Приходите в понедельник, 16 января в 19.00. Все, друзья, рада была вас видеть. Всем пока. До встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok